Девушки отдыхают Ты все еще нужен, Аннабель, и можешь ей помочь Она все еще там, в башне? Я могу? Могу ее увидеть? Да, но ты должен кое-что знать После смерти Аннабель превратилась в моровую деву Это как? Она не просто неупокойный дух, она стала могущественным призраком Скорбь и ненависть дают ей силу сеять смерть и мор Она страдает Как я могу ей помочь? Аннабель думает, что ты ее бросил и сбежал О боги! Значит, она ненавидит меня И все это время думала, что я ее бросил Да Если ты вернешься в башню, может тебе удастся ее убедить, что все не так Я думал, она умерла Я бы не оставил ее одну Аннабель и других духов удерживает на острове проклятие Любовь может разрушить его Как в легендах Если ты знаешь эти легенды, то понимаешь, что Достаточно поцелуев, чтобы разрушить злые чары Но при одном условии Любовь должна быть настоящей Говорю тебе Я любил ее всем сердцем Прошу, отведи меня к ней Это будет опасное путешествие, ты понимаешь? Да, конечно Но я не трус Уж в этот раз не побегу Ничего Идем Пошли Все-таки ты вернулся ко мне Это... Не знаешь? Это я, моя Аннабель Та, которую ты бросил Помнишь? Аннабель Я... Был уверен, что ты умерла Если бы я знал, я бы никогда тебя не оставил Я сделал бы для тебя все Ты же знаешь Поверь мне Докажи Поцелуй меня Грахам, подумай Докажи Кто? Отassen Кто? 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 КОНЕЦ Наконец-то! Я снял проклятие с острова. Ты убедил Грахама пойти с тобой в башню? Ты сказал ему, что там моровая дева? Он знал, чем рискует. А еще он слышал историю о поцелуе истинной любви, который разрушает злые чары. Наверное, это добавило ему отваги. И что? Все кончилось хорошо? Как посмотреть? Проклятие снято. Душа Набель обрела покой, но... Грахам умер. Бедный мальчик. Что ж, настоящая любовь встречается чаще, чем многим кажется. Одно меня беспокоит. Ну? А Набель сказала, что Александер изучал заразные болезни и упомянула Катриону. Ты знала об этом? Все чародеи об этом знают. Александер был очень уважаемым эпидемиологом. Я бы многое отдала за возможность заглянуть в его заметки, но он их тщательно охранял. Что ты будешь делать со светильником? Я же говорила, можешь оставить его себе. Мне он вряд ли еще понадобится. Остров же очищен. Я начинаю жалеть, что не выбралась туда вместе с тобой. Впрочем, мы еще можем наверстать упущенное. Мне пора в путь. Может... Ты останешься еще ненадолго? У меня есть еще одна малюсенькая просьба. Да? Я заказала из Новиграда кое-какие субстанции. Торговец должен был приехать еще вчера, но так и не появился. Может, взглянешь, что случилось? Этот груз очень важен для меня. Почему нет? Если он ехал из Новиграда, значит, должен был проезжать большие сучья. Я посмотрю в округе. Спасибо. Я буду очень признательна. Ворожей хочет просить об услуге. О ведьмачьей значится. Говори, в чем дело. Ворожею нужен тот, что зла не устрашится. Близится ночь дядов. Надобно нам праздник обустроить. Придут забывшие духи, а также и проклятые. Круг от этих чудищ охранять надо. Что я с этого получу? Ворожей знал, что ведьмаки задаром не работают. Не бойся, у ворожея есть чем тебя порадовать. Зачем вообще нужен этот ритуал? Иногда человек умирает с недаемой тоскою. Или же смерть его застает прежде, чем он успеет вкусить истинной горечи. И тогда бедная душа не может покинуть этой юдоли слез. Дух блуждает между живыми. Надо на участь его решить и отправить на верный путь. За этими дяды. Похоже, тут и правда нужен ведьмак. Ладно, я вам помогу. Ворожей знал, что ты не откажешь. Время собирать людей. Через озеро отправляйся на Коломницу. Там и встретимся в кругу каменьев. Чем быстрее со всем разберемся, тем лучше. Лучше всего сегодня в полночь. Геральт, я как раз начала скучать по тебе. Я достал вещества, которые ты просила. Прекрасно. Теперь можно заняться двойным древесным расхождением. Но сначала... Нагреешь ли нас пряностями? Я видел, что было в телеге. Мясо, дорогие вина, зериканские пряности. Ничего магического. Может, скажешь, что ты задумала? Я лучше покажу. Но придется немного подождать. Ты меня заинтриговала. Ладно, я подожду. Тогда брысь на двор. Будешь нарираться? Позже. Не торопись. Ну, иди, жди перед домом. Благодарю за терпение. Я почти готова. Что это? Если бы я хотел увидеть белых мышек, я бы просто напился. Обрати внимание, я сказала, почти. Не мешай. Харм, глин, хальки. Что случилось с третьей мышью? Вероятность, что это заклинание получится, составляет 66,67%. Я всегда беру на одно больше. На всякий случай. Но куда она... Кера, может, объяснишь, что происходит? Знаешь сказку о Золушке? Мм, и даже реальную историю. Во дворцовом пруду появился ригер и проглотил принцессу Сандрилу. От нее осталась одна туфелька и... Умоляю, ни слова больше о ригерах. Вернемся к сказке. Я мечтаю, что в одну волшебную ночь сбегу с этих жутких болот. Добрая крестная мне не нужна, чары я и сама наложу. Но от прекрасного принца я бы не отказалась. И выходит так, что ты единственный достойный кандидат во всем Велине. Итак, что ты скажешь насчет поездки верхом в лунном свете и об ужине? Звучит заманчиво. Я вряд ли смогу отказаться. Но перед отъездом есть еще одно дело. Превратишь тыкву в карету? Нет. Превращу наши мерзкие лохмотья во что-нибудь поприличнее. Не кривись. Это просто иллюзия, совсем не больно. А на рассвете все станет как было. Ну давай, гулять так гулять. Тогда держись. Гвелла Аклан! Ну, как тебе? Вырез не слишком скромный? В самый раз. Я могла бы заодно изменить цвет твоих волос. Мне всегда нравились брюнеты. Ну да ладно. На безрыбье и рак рыба. Но все в путь. Ужин ждет. Последний моет посуду. Я думала, ты ездишь верхом лучше. Заметь, я скакал на мыши. Для того, кто разъезжает на платве, в этом не должно быть никакой сложности. Теперь понимаешь, зачем мне понадобились эти субстанции? Говядина с корицей и гвоздикой, жареный каплон с шалотом. Ммм, дело того стоило. Тебе налить белого или... Сухого красного. Ну пусть сперва подышит. Вот это да. Не думала, что ты ценитель вин. Думаешь, ведьмаки питаются салом из утопцев и запивают его водой из лужи? Примерно так. Ну ладно, хватит разговоров на пустой желудок. Давай есть. Наверное, это обошлось тебе в целое состояние. Может, мне вложиться? Да нет, оставь. Мне на жизнь хватает. Знаешь, десяток яиц там, три щипанных курочки здесь. И вообще, мои финансовые дела скоро пойдут в гору. Как? Если позволишь спросить. Ведь в Велине можно найти только работу на полях. Верно. Так что вариантов у меня два. Растить репу или съехать отсюда. Но не об этом я хотела поговорить. Еще раз спасибо за помощь с башней. Ты был великолепен. Это не первое проклятие, которое я снял. Но одно из самых трудных, верно? На острове такое творилось, как, подумаю, меня в дрожь бросает. И лаборатория. Надеюсь, ты все там сжег. Клетки, трупы, бумаги. Лабораторию я не уничтожил, если ты об этом. Да и зачем? Если изобретения Александера попадут не в те руки. Хотя у Коломницы ужасная репутация. Теперь туда никто и не сунется. Может, и беспокоиться не о чем. Извини, я затронула такую мрачную тему во время романтического ужина. Романтического? Я думал, мы здесь как друзья. Друзья? И не только. Но... Есть кое-кто другой. И что с того? Геральт, Геральт. Как же ты старомоден. Может, ты просто приляжешь и посмотришь со мной на звезды? Почему бы и нет? Знаешь, как называется то созвездие в Зерикании? Наверняка как-нибудь с драконом. Нет. У него другое название. Немного неприличное. Давай я шепну его тебе на ушко. Эфганин Мавр. Кира. Где? Усыпила меня заклинанием. Значит, она что-то задумала. Башня на колоннице. Ну как? Ты нашла, что искала? Да, спасибо, что спросил. Как себя чувствуешь? Выспался? Зачем тебе эти бумаги? Ну как же? Чтобы продолжить исследование, прерванное трагической смертью ученого. Александр исследовал чуму Катрионы. Я хочу использовать его заметки, чтобы создать лекарство. Или хотя бы вакцину. Ага. Из чисто гуманитарных соображений, да? Нет. Я действую с соображений чисто эгоистических. Сильные мира сего дорого заплатят за такую панацею. Например, Родовит. Возможно, он даже согласится забыть о моих прошлых связях с ложей. Родовит ничего не забывает и не прощает. В особенности щародейкам. Для меня он сделает исключение. У меня есть чем с ним поторговаться. Неужели ты сама в это веришь? Ну, ты же веришь, что Йеннифер когда-нибудь перестанет относиться к тебе как к собачонке. А я над этим не смеюсь. Я поеду с этими материалами к Родовиту. Нравится тебе это или нет? Это самоубийство. Ты закончишь на костре. Поднимая боевой дух солдат и забавляя чернь. Заткнись на минуточку и посмотри на меня. Ты видишь эти следы? Меня покусали клопы. Ты понимаешь? У меня тут клопы, Геральт. У меня Кейры Мец, советница короля Фольтеста и члена ложи чародеек. Что бы ты ни сказал, я больше ни дня не останусь на этих болотах. Ни дня. Но если я пересеку Понтер, люди Родовида рано или поздно меня достанут. Значит, придется с ним договариваться. У меня нет выбора, понимаешь? Есть третий выход. Поезжай в Каэр Морхен. Думаешь, там я буду в безопасности? Думаю, да. Если только не выведешь Ламберта из себя. В любом случае, не Эмгерни, Родовид тебя там не достанут. Роскоши не жди, но чистые простыни в замке найдутся. Путь не близкий. Но если держаться леса и как-нибудь перейти Пустульские горы, может и получится попасть туда незаметно. Я попробую. Не могу же я тебе отказать. Значит, увидимся в Каэр Морхене? Кровати там без клопов. Ну, почти. Ты меня заинтриговал. До свидания, Геральт. Мое почтение. Самое время. Люди! Вот тот, кто будет нас охранять. Не бойтесь. Мы начнем выкликать заблудшие души. Некоторым помочь уже никак не можно. От таких-то ты и будешь нас охранять. Удержи злых созданий вдалеке, покуда ворожей не закончат дяды. Начинай. Не позволяй нарушить круга. Не давай нас в обиду. Ясно слышу, мне не снится. Дух в ночи спешит явиться. Пусть огонь мылает жарко. Дух и листь нам в свете ярком. Скажет дух свою мольбу. Мы прочтем его судьбу. Кто ты? Он знает. Мне его прогнать? Нет. Я пришел за тобой, отцелдийца. Сгинь, нечистая сила. Заклинаю тебя светом вечного огня. Прекратите это богохульство. Нам же надо помочь заплутавшим душам. Молчи. Я не потерплю некромантии. Помоги. Отойдите отсюда. Вы прерываете обряд. Эти люди занимаются черной магией и беспокоят умерших. Мы этого не позволим. И понятия не имеешь об их обучеях. Взять его, а людей разогнать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok